МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Олега Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Страх перед оттепелью. Почему дом на 60 лет СССР в народе называют Титаником? Есть нарушения, нет павильона. В 7-м микрорайоне демонтируют очередной остановочный комплекс. Отказ от пищи и греховных мыслей. У православных сегодня начался Великий пост. Следователи продолжают проверку по факту ликвидации вооруженного боевика в Губкинском. Напомню, 14 марта сотрудники правоохранительных органов попытались задержать 25-летнего жителя города, который, по данным следователей, был причастен к ряду серьезных преступлений. Однако молодой человек без боя не сдался и оказал активное сопротивление полицейским. А именно, открыл огонь из пистолета. В результате спецоперации преступника убил снайпер. И, как выяснилось позже, парень был объявлен в федеральный розыск. Помимо того, в квартире погибшего боевика полицейские обнаружили пистолет и боеприпасы к нему. А также литературу религиозного содержания на арабском и русском языках. Печати и штампы различных организаций города. В отношении его ранее были возбуждены уголовные дела, потому что он и разыскивался, это, собственно говоря, был в федеральном розыске. По части 2 статьи 105, это убийство двух и нескольких лиц. И 222 часть 2, это охранение, сбыт, перевозка оружия, боеприпасов. На территории Пуровского района органами УВД было возбуждено в отношении его уголовное дело по 162 статье. То есть он занимался вымогательством, грабежом. Он собирал деньги для поддержания формирования в Дагестане. Депутаты Государственной Думы предлагают запретить банкротить ССЖ. К такому решению законодателей подтолкнуло более 100 судебных решений о взыскании задолженности с этих организаций путем продажи общего имущества дома. Пошли случаи банкротства ССЖ и ЖСК, и в конкурсную массу включали общее имущество дома, что незаконно. То есть взыскание обращалось на имущество, принадлежащее собственникам дома. Существует уже более 100 судебных решений о банкротстве жилищных объединений. Самый тяжелый вопрос, что делать по уже вынесенным решениям судов. Возможно, после принятия законопроекта в ситуацию мог бы вмешаться Конституционный суд. Там, где обращено имущество, нужны консультации. Надо этот процесс останавливать, но это будет непростая работа, отметила Хованская. Печально известный дом на Советской 107 снова в центре внимания. В нашу редакцию вновь позвонили его жильцы и заявили, что дом начал падать. Напомню, летом прошлого года здесь появились трещины, причем не только в подъездах, но и в квартирах жителей многоэтажки. С этого времени люди пытаются доказать, что причина тому строительство 8 микрорайона. Оно развернулось прямо под их окнами. Теперь же, говорят ноябрьцы, дом еще и отклонился от вертикали. Кирилл Мигель продолжит. Вот эта тарелка, это ужас какой-то. Я же напобелела, когда это увидела. Не знала, куда бежать. Пошла по соседям заявлять, что у меня уже перекос дома идет, что ли. Привычный семейный ужин для Анны Чусоветиной недавно закончился настоящим шоком. Только она поднесла ложку к свежему ароматному супу, как вдруг заметила, что он едва ли не выливается из тарелки. Тот же стол, тот же пол, но никогда раньше ничего подобного не было, говорит женщина. Вот у меня уже почти собраны чемоданы на экстренный случай, то есть документы, необходимые вещи, чтобы, если ситуация станет настолько критичной, брать вещи и уходить. То, что дом продолжает трещать по швам, подтверждают установленные коммунальщиками маячки, говорит Анна. Они установлены в подъездах 107-го дома. Местами эти белые листочки с печатями вздулись, а кое-где уже просто порваны. Вот здесь самая большая трещина. Это получается между первым и вторым этажом, как раз снизу. Начинается здесь пошире, а дальше поуже идет. То есть подъезд так расширяется. По распоряжению окружной жилищной инспекции управляющая компания, напомним, дом на Советской находится в видении НЖСК, срок до 1 апреля должна предоставить заключение специализированной организации о причинах появления трещин. Но денег на проведение экспертизы у коммунальщиков просто нет. Не может помочь и администрация. Дело в том, что почти все квартиры в многоэтажке приватизированы. А потому оплатить экспертизу из бюджета не позволяет закон. В соответствии с федеральным законом 131, это закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, к вопросам местного значения не относится данный вопрос, что подразумевает невозможность финансирования за счет средств местного бюджета. Другое дело, что если стоит вопрос о том, что на основании решения общего собрания будет принято решение о проведении такой экспертизы и об источниках ее финансирования за счет собственников, то в части имущества, принадлежащего в данном доме муниципальному образованию, городу Наябрьск, как собственников, да, мы присоединимся как собственник в части своих квартир. На сегодняшний день по заключению множества инстанций, причем как местных, так и окружных, дому на Советской 107 просто нужен капитальный ремонт. Девятиэтажку возвели в 95-м году, и с того времени он здесь ни разу не проводился. Просто время пришло, и в этом нет ничего удивительного, утверждают специалисты. А паника среди жильцов – лишь убитые нервные клетки. Проектный срок эксплуатации дома – 100 лет, и именно столько он простоит, уверены в администрации. А может быть, и больше. Кирилл Мигель, Антон Владимиров и Виталий Харченко. Новости нашего города. Видеть не видели, слыхом не слышали. Так жители некоторых дворов Ноябрьска говорят о снегоуборочной технике. В некоторых местах грейдеры появились всего несколько раз за зиму, а кое-где снег расчистили только к середине марта. Все подробности в рубрике «Нам здесь жить». Этот дом на 60 лет СССР в народе давно называют «Титаником», и далеко не потому, что он поражает своими масштабами и комфортабельностью. Масштабами здесь, как правило, поражают лужи, которые весной окружают эту двухэтажку. Причиной тому, по мнению людей, является халатность управляющей компании, которые, уверяют они, обязанности по вывозу снега игнорируют. В один день звонишь, погода не подходит. Второй день звонишь, техника сломалась. В этом году снегоуборочную технику здесь люди видели разве что издалека, у соседнего дома. В принципе, водитель грейдера был готов оказать жильцам услугу за отдельную плату. Подходишь, говоришь, что вы хотя бы один раз смели, вот это вот все. Нам говорят, платите деньги. Для удобства уборщица у подъезда смастерила ступеньки. Теперь, говорит Евгения, добираться домой стало гораздо интереснее. Если раньше жильцы просто съезжали с накатанного склона к двери подъезда, то теперь экстремальный спуск дополнили две снежные ступеньки, видимо, для остроты ощущений. Я сама не раз падала, у меня все ноги в синяках, что я даже пройти не могу спокойно, чтобы даже спуститься вот с этого склона. А вот эти кадры нашей съемочной группы сняты уже сегодня утром. На них видно, что погрузчик до этого дома все-таки добрался. Снег здесь разгребли по сторонам и, судя по всему, совсем недавно. Видимо, подходящая погода и техника управляющей компании появилась только в середине марта. У нас двор не убирается уже в течение двух месяцев. С февраля месяца я хожу к ЖЭУ, к мастерам, к начальнику ЖЭУ. Говорю, чтобы убирали. Они говорят, что то нет техники, то еще чем-то заняты. А вот жильцам этого района города повезло, наверное, чуть больше. У них зимой снег хотя бы убирали. Вернее, как убирали? Собирали и складывали в кучки. До сих пор куча снега. Как они были, так они вот стоят. И все, никто его не вывозит, никто не сгребает здесь ничего. Никаких работ не производится. И в очередной раз Игорь Владимирович идет в управляющую компанию. И в очередной раз с письменной жалобой. Правда, в то, что это возымеет какое-то действие, мужчина уже верит слабо. Скорее всего, говорит он, его просьбу проигнорируют. В очередной, опять-таки, раз. Ксения Епишева, Александр Иванов и Антон Владимиров. Новости нашего города. Тему уборки дворов сегодня обсуждали и на совещании в администрации города. Как объясняют представители управляющих компаний, выполнять свои обязанности по очистке придомовых территорий от снега им мешает транспорт, который жильцы оставляют у подъездов. Причем, по словам коммунальщиков, в большей степени неудобства доставляют так называемые подснежники, убрать которые есть возможность, но нет законных оснований, так как это частная собственность. Кроме того, многие жильцы, все тут представители управляющих компаний, негативно реагируют на просьбу убрать транспорт. В свою очередь, представители администрации готовы выступить с законодательной инициативой, которая позволила бы местным властям убирать и впоследствии утилизировать брошенный владельцами транспорт. У меня были такие же случаи, допустим, там срочно надо отодвинуть даже автомобиль, начинаем отодвигать, выходит хозяин, да, и говорит, вы что трогаете мою собственность? Я сейчас на вас суд подам и все, и будете сама. Ему показывают, что технологическое нарушение, на улице 30 градусов мороза, да, там надо убрать. Нет, хозяин говорит, частная собственность, не имейте права трогать. Мы тоже сколько сталкиваемся с этими проблемами и не можем подъехать, потому что во дворах стоят такие расстояния, что наш Урал проехать не мог. И нормативной базы, чтобы людей заставить убрать что-то, мы не, у нас нет. У нас, правда, бойцы сильные, они некоторые машины берут и переносят чуть-чуть, чтобы машина проехала, потому что их приезжает несколько человек. На сегодняшний день есть все нормативные документы, позволяющие нам через суд признать транспорт безхозным, безхозяйным, принять меры по переводу его, нанять фирму, допустим, выделить бюджетные деньги и произвести эвакуацию и хранить. А в седьмом микрорайоне сегодня начался демонтаж очередного остановочного комплекса. Напомню, согласно положению администрации, которая действует в Ноябрьске, городской департамент по имуществу вправе снести комплекс, если арендатор нарушает условия договора аренды. К примеру, владелец торгового павильона на Советской не своевременно вносил арендную плату, пренебрегал элементарными санитарными нормами и вдобавок своевольно расширил свои владения, незаконно заняв участок муниципальной земли. На предупреждение городских властей предприниматель не отреагировал, за что и поплатился. Добавлю, на сегодняшний день в очереди на демонтаж стоят уже 14 торговых точек. Какие именно это точки, можно посмотреть на сайте администрации. Если в двухнедельный срок и хозяева не исправят нарушения, павильоны ждет такая же судьба. В микрорайоне Вангапуровском открылся пункт выдачи продукции детской молочной кухни. Об этом давно уже просили родители малышей самого удаленного микрорайона города. И вот их пожелание исполнено. Теперь каждое утро в Вангапур отправляется машина со свежим кефиром, наринет, творогом и другой кисломолочкой, приготовленной из натурального молока. Выдается продукция в филиале Центральной горбольницы по адресу энтузиастов 1 ежедневно с 12.30 до 14.00. Причем получить ее можно не только по рецептам педиатров, но и купить самостоятельно. Далее в выпуске о том, что интересного произошло в мире спорта. В воскресенье на полигоне СТК «Мотор» прошел очередной этап открытого чемпионата по картингу «Западная Сибирь». В нем приняли участие команды городов Новый Уренгой, Покачи, Муравленко, Сургут и Ноябрьск. Трасса получилась очень скоростная, быстроходная, безопасная. Единственное, если бы другую технику давали, было бы интереснее. Ну, то есть для приготовления трассы. Где-то можно было бы подзалить водой, где-то можно было бы расшириться, где-то можно было бы так. Тем более трассу надо готовить с лета. Причем зрелищ зрителям хватило. Кто-то из гонщиков неудачно входил в поворот, а кого-то с трассы приходилось буквально эвакуировать. Лошадок в этих маленьких машинках от 4 до 30, а максимальная скорость на этой трассе – 80 км в час. Ну, есть традиционные люди, которые стартуют плохо, но приезжают первыми. Ну, это есть такая фишка. И как бы даже великие, как с ними не борись, не всегда можно добиться результата с ними. Ноябрьск представляла команда спортивно-технического клуба «Ямалрейсинг», в которой, к слову, всего три гонщика. Сергей Черцов стал лучшим в классе «Е». В нем соревнуются только опытные спортсмены на самых мощных картах. Но не всем ноябрьским гонщикам в этот день улыбнулась удача. Я еще не ездил, картинг что-то сломался. Там муфта, плохо что-то. Ну, вот, может, в третьем заезде поеду. А если не сделал картинг, то что? То место никакое не занял. Без победы, думаю, иду. Илья Протопопов в этот раз так и не выехал на трассу. А вот десятилетнему Илье Шашкину из Муравленка погонять удалось. Картинг – это его хобби уже два года. А привел в этот спорт его дедушка. Картинг мне нравится, потому что это очень инструментальный вид спорта. Если мы говорим о пилотировании машины в зимних условиях, это тот дрифтинг, который вообще молодежь любит. Гонщики в картинге едут весь круг в этом постоянно боком, постоянно в контролируемом заносе. А этот дрифт, он постоянно присутствует. Трос у нас замерз, мы влагу удаляем. Трос не двигался. Ремонт на ходу. Тот гонщик, который едет в машине, ему жарко. Даже мы проводили, у нас получился случай в 38 градусов мороза, потому что вечером было всего 20, это было в Радужном, а на утро было 38. Мы немножко ограничили круги и все-таки гонку провели. И никто не замерз. Самому маленькому участнику гонок 5 лет, а еще в заездах принимали участие две девчонки из Нового Уренгоя и Муравленка. Мы пришли с маленьким сыном, старший участвует в помощи. А этот маленький, ему уже немножко интересно, уже как бы он старается тоже на машинках посидеть. По результатам соревнований первое командное место, и это уже традиция, у гонщиков из Нового Уренгоя. Вторую у спортсменов из Муравленка, а на третьем команда из Сургута. Следующие гонки пройдут уже через две недели в Новом Уренгое. Питерский «Зенит» в 21-м туре Чемпионата России на домашнем стадионе с минимальным счетом переиграл Мордовию. Первый единственный гол влетел в ворота саранской команды на 54-й минуте после комбинации Владимира Быстрова. Она закончилась неудачным ударом Киржакова, но на добивании первым оказался Халк и спокойно пробил по центру. «Зенит» мог выиграть и с гораздо более крупным счетом. Отличный шанс забить имели все тот же Киржаков, получивший идеальный пас от широкого на ход, Файзулин, бивший сходу, снова Киржаков на этот раз отреагировавший на прострел Денисова справа и снова Файзулин после передачи от лицевой от самого Киржакова. Однако фортуна была на стороне гостей. Добавлю, после вылета из Лиги Европы команда «Лучано» с «Палетти» сконцентрировалась на чемпионате страны. Сейчас «Зенит» занимает третье место в таблице и отстает от лидера чемпионата московского ЦСКА на 8 очков. В пятом матче полуфинальной серии плей-офф в Восточной конференции «Трактор» в Омске уверенно обыграл местный «Авангард», победив со счетом 4-0. В первом периоде хозяева льда по количеству бросков были немного лучше соперника – 10-6, однако ни одна из команд распечатать ворота так и не смогла. Во втором игровом отрезке «Трактор» решил исход матча в свою пользу, забросив к ворота соперника три безответные шайбы. Окончательный счет установил Евгений Кузнецов, в конце встречи поразив пустые ворота. Таким образом, подопечные Валерия Белоусова одержали четвертую победу в Сирии и вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары Акбарс Салават Юлаев. С песнями, играми и хороводами проводили в ноябрьские зимы и встретили весну. В воскресенье в детском парке прошло театрализованное представление «Масленичный разгуляй». Празднование получилось действительно народным. Взрослые танцевали и подпевали творческим коллективом города, а дети катались с горок, фотографировали с ростовыми куклами и участвовали в различных конкурсах. Завершилось гуляние традиционным сжиганием чучела Масленицы. Блинчики, блинчики, золотые блинчики, за румяные пока снова тянется рука. За румяные пока снова тянется рука. Прощай, 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 Масленица, прощай, прощай, раскрасавица. Прощай, 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 Масленица, прощай, прощай, раскрасавица. И сразу после Масленицы у православных начинается Великий пост. Сегодня его первый день, который называется «Чистый понедельник». По обычаю, в этот день нужно навести в доме порядок. Кроме того, в понедельник рекомендуется ничего не есть, кроме хлеба. Вообще, Великий пост самый строгий и самый долгий. Он длится семь недель и считается, что это время не столько отказа от пищи, сколько от греховных мыслей и поступков. Таким образом, верующие готовятся к встрече самого главного христианского праздника – Пасхи. В этом году она приходится на 5 мая. А у меня на этом все. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. Всего доброго и до встречи. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» Температура 23 градуса ниже надежный ориентир.